В первые выходные августа в Берлине проводится ежегодный пивной фестиваль, на котором представлено более 2300 сортов пива со всего мира. И это очень вкусно. Это 2,5 километра пива. И это не только пиво, это еще и много всякого вкусного. Вот, например, замечательная тушеная капуста. А вот пиво. Это я даже не знаю, что в бутылках, наверное, тоже пиво. Пиво здесь представлено совершенно из разных стран. И есть места, где его можно выпить. А вот это вот пиво из Африки. Пиво Растафара. Очень прекрасное пиво. Тут представлены и темное, и светлое. И темное, но очень вкусное пиво. Есть пиво пролетаря. Есть очень красивые лица людей. Есть пельмени. Есть шашлыки. Есть пиво из крокодилов. Ну, может быть, не из крокодилов, но бразильское точно. Французское пиво. Очень хорош к пиву жареных хлебушек с чесночком. Или вот такие вот булочки с рыбой. Или вот это, не знаю что. А вот это вот вишневое пиво. Самое интересное, что оно не только красивое, но еще и очень вкусное. Хотя я люблю пиво без примесей. Вы только посмотрите, какого оно замечательного янтарного цвета. Здесь есть специальные скамеечки, где можно погреться на солнышке. Но, конечно, лучше при этом пить пиво. Вот это вот пиво из северных земель Германии. И, конечно же, павильон сделан в виде настоящего пиратского парусника. Очень много сортов пива, про которые я даже никогда не слышал. Но, конечно же, есть и всемирно известные сорта типа бэкс. И даже надувные шарики тоже здесь есть. Потому что люди приходят сюда отдыхать, приходят сюда отдыхать с семьями и, конечно же, с детьми. А вот это вот знаменитая мексиканская корона. И, как мы видим на ценнике, здесь можно купить и воду, и колу, и фанту, и спрайт. И, возможно, если повезет, даже пиво. Австралийское пиво, разумеется, тоже представлено. Но больше всего, разумеется, немецких сортов. В качестве развлечения можно попробовать забить 10-сантиметровый гвоздь одним ударом молотка. И, конечно же, сосиски, цардельки и прочие национальные немецкие вкусности. Здесь есть достаточно много сцен, на которых проводятся различные концерты. Балтика, Санкт-Петербург. Это пиво, разное и должно быть вкусное. Пиво из Польши. И здесь можно покушать даже обычных пельменей. А можно покушать замечательного шашлычка. Это можно сделать на специально оборудованных площадках, где стоят столы. И это будет очень удобно и вкусно. А вот это вот пиво Гиннес. Но это очень-очень вкусно. Это темное пиво с невероятно густой пеной и концентрированным горько-сладким вкусом. Это Гиннес. Потреблять пенный напиток можно по-разному. Например, наслаждаясь вот такой вот национально странноватой музыкой, которую я слышал только на пивных фестивалях. И можно купить даже вот такие вот печенюшки, которые обычно продаются на Рождество. И попробовать при этом настоящего вьетнамского пива. И купить настоящую вьетнамскую шапочку. Что здесь делает этот зверь, я не знаю. И мясо, жареное мясо. Это вкусно. Впрочем, если не хочется мяса, можно заказать жареный испанский хлебушек. Вот такой вот. Не знаю, насколько вкусное пиво в Эстонии, но оно есть. А вот тут вот можно послушать настоящий классический рок. И даже потанцевать под него. Особенно, если вы на нем выросли. Да, это наслаждение. А вот еще одно национальное немецкое блюдо. Это черный хлебушек, на который намазан смалец, а сверху положен соленый огурчик. Das Beste Aus Polen. Лучшее польское пиво. В общем, неплохое. А если вам не нравится классический рок, можно послушать вот что-то такое. Но, по-моему, они здесь не напились бы. А судя по дыму, чего-то уже накурились. Многим, для того, чтобы почувствовать себя самим собой, достаточно выпить чешского пива Козел. Которое продается прямо со старинной телеги. Ну, а может быть, кареты. А вот это вот пиво из Кореи. Оказывается, и там тоже варят и любят пиво. И милые девушки, которые это пиво разливают. Пиво из Шпандау. Это один из районов Берлина. Пиво Берлинер Киндл. Наверное, самое знаменитое пиво Берлина. Пиво Берлинер. А может быть, это самое знаменитое пиво Берлина. Тут много всяких интересных и вкусных пивов. Можно увидеть даже настоящую поварню. Блестящую и красивую. Которые прямо здесь варят пиво. В Тюрингии же, видимо, пиво это лекарство. Хотя, когда его подают вот такие медсестры, это приятно. Шалтиборщай. Ну и, конечно же, Бавария. Павляна представлен хорошо. Впрочем, можно побывать и на Октоберфесте. Для этого достаточно зайти в павильон Ловербраун. И вы уже почти в Баварии. Те же танцы, те же пляски, те же прекрасные пышные формы. И тоже много-много пива. Вообще, на фестивале царит очень доброжелательная, приятная атмосфера. Люди наслаждаются пивом, сосисками и общением. И я, я тоже наслаждаюсь пивом. Обязательно посетите Берлинский пивной фестиваль. Это того стоит.